МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Сургут-24 в студии Анна Марченко в начале выпуска о главных темах. Еще немного и катастрофа. Из-за слишком теплой погоды полигоны по приему снега приостановили свою работу. Учат даже чистить зубы. Губернатор Югры Наталья Комарова побывала в центре сопровождаемого проживания. Лично обратиться с вопросами к чиновникам. В Сургуте ко дню Конституции организовали прием граждан. Как в самой мэрии, так и в подведомственных департаментах. Прийти с паспортом и получить ответ можно было по предварительной записи. Каждое обращение зарегистрировали и приняли в работу. В том случае, если вопрос не требовал детального изучения, ответ выдавали заявителю сразу же. Общероссийский день приема граждан утвержден президентом России шесть лет назад и проводится ежегодно 12 декабря. По словам советника главы города, в этом году число обращений заметно ниже, чем в 2018. Каждый год у нас 12 декабря, в день Конституции, это по всей стране, да, граждане могут обратиться в муниципалитет, своим властям по любому интересующему вопросу. Самые основные проблемы у нас, как правило, связаны с городским хозяйством. Двое обратившихся, итого восемь человек всего. Но это достаточно немного. В зависимости от вопроса, в зависимости от той темы, которая его интересует, к тому или иному курирующему заместителю, либо, соответственно, специалиста принимает, либо сам глава города. Депутаты Сургутской думы обсудили проект бюджета. В этом году он впервые в истории превысил 30 миллиардов рублей. Все расходы распределены между главными распорядителями средств. Ведомства защищали свои проекты, указывая, на что планируют потратить деньги. Среди приоритетов социальная сфера образования, городское хозяйство и обеспечение исполнения государственных программ. Предусмотрены мероприятия по защите населения и территории Сургута от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений, развитие малого и среднего предпринимательства, формирование комфортной городской среды и многое другое. Есть и статьи, которые не до конца обеспечены финансированием. Есть потребность в таких сферах, как благоустройство и охрана окружающей среды, связанные с необходимостью содержания новых объектов, благоустройства, скверов. Есть потребность в улучшении материально-технической базы, содержание нового оборудования спасательного центра, единой диспетчерской службы, замены компьютерной техники. Депутаты предложили включить в план будущего бюджета обустройство сквера на улице Республики на месте бывшего туб-диспансера. Заложены расходы на разработку проекта по выводу из эксплуатации полигона ТБО и рекультивации нарушенных земель. На это потратят 12 миллионов рублей. Кроме того, депутаты поинтересовались, нет ли сложностей с вывозом снега. Город вновь, как и месяц назад, едва справляется с последствиями обильных снегопадов. Директор департамента городского хозяйства назвал происходящее катастрофой. Сейчас катастрофа наблюдается из-за погодных условий. Скажем так, у нас вчера один из полигонов приостановил работу ввиду того, что померзание снега не происходит ввиду близкой к нулю температуры. И техника вязнет очень много в очереди. Приходится самосвалом стоять, ну и гультузерам, которые на самих путях работают. Поэтому, собственно, чуть-чуть наблюдается некий такой коллапс. По данным гидромедцентра, за последние сутки в городе выпало 4 сантиметра осадков. И если по дорогам передвигаться еще можно, то во дворах ни пройти, ни проехать. По словам начальника дорожно-транспортного управления, сейчас в городе очисткой улиц занимаются около 350 единиц спецтехники, которые работают в две смены. В первую очередь снег убирают у образовательных учреждений, стараются очищать проезды. Из-за того, что несколько снежных полигонов закрыты, коммунальщики пока вывозят снег на территорию своих баз. Когда выпадают большие осадки, во-первых, с утра у нас большинство жителей едут на работу, значит, понятно, что возят детей в школы, в садики. Поэтому, значит, с утра возможности очистить дороги нету, потому что тут и так пробки. И еще и, значит, спецтехникой будут пробки. Поэтому тут, чтобы не было коллапса, значит, подрядные организации выходят чуть попозже. Смертельное ДТП в Сургутском районе. Вечером в среду на 71-м километре трассы Сургут-Лентор столкнулись Сузуки и МАЗ. По предварительной информации, водитель японской иномарки выехал на полосу встречного движения и на полном ходу влетел в многотонный тягач. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия. Проводится разбирательство. Выясняются все обстоятельства случившегося. В другом ДТП в Сургуте обошлось без погибших и пострадавших. На проспекте Ленина в среду вечером столкнулись три машины. По предварительным данным ГИБДД, водитель Hyundai Solaris, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение сначала с внедорожником Cadillac, а затем с микроавтобусом Volkswagen. Машины получили серьезные механические повреждения. Хочется тишины. В администрации Сургутского района рассказали о самых частых жалобах со стороны жителей поселений муниципалитета. В 2019-м заведено 580 административных дел. Почти 70% из них связаны с нарушением тишины и покоя граждан. В Югре действует закон, по которому шуметь после 10 часов вечера нельзя. Кроме того, действует запрет на ведение строительных работ с 13 до 15 часов и с 9 вечера до 8 утра. А также в любое время воскресенья и в праздники. А к любителям громкой музыки с просьбой сделать потише сотрудники полиции вовсе могут нагрянуть в любой момент. Работу мы ведем регулярно. Стараемся выступать перед населением, посещаем сходы граждан. Естественно, когда к нам люди приходят на комиссию, мы проводим профилактическую работу уже индивидуально с каждым человеком. И, к слову сказать, те, кто у нас приходил на комиссию, привлекался к ответственности, это уже единичный случай, кто повторно совершает данное правонарушение и опять попадает в зону нашего внимания. Привлечение полицейских к выявлению и фиксации таких административных правонарушений увеличило оперативность процесса и чистоту обращений граждан. Понятие громкости является субъективным и участковые в таком случае руководствуются показаниями недовольных соседей и беседами с нарушителями. В 2019 штрафы наложены на сумму более полумиллиона рублей. Большая часть из них уже оплачена. В Управлении общественной безопасности администрации муниципалитета просят граждан соблюдать правила тихого часа. Ну а настоящей головной болью для Сургутского района в этом году стало увеличение числа жалоб на выпас скота за пределами пастбищ. В этом году у нас возбуждено и рассмотрено 21 дело административное. Это на порядок больше, чем это было в прошлом году. Почему? Потому что, ну вы все знаете, жители Тундрина у нас и жители Сайгатина иногда тоже держат таких сельскохозяйственных животных, как лошади. И вот этот год был проблемным, потому что лошади ходили сами по себе, особенно в конце весны, в начале осени, когда стал поспевать урожай, лошади стали уничтожать этот урожай на сельскохозяйственных участках жителей поселения. И жители, естественно, стали жаловаться. Учат даже чистить зубы. Губернатор Югры Наталья Комарова побывала в Центре сопровождаемого проживания «Дети дождя». Организация с 2011 года работает в Сургуте, помогая детям с ментальными нарушениями овладеть простыми навыками и адаптироваться в обществе. Недавно Центр выиграл президентский грант. 4 миллиона рублей решили потратить, чтобы открыть еще одно учреждение, но посещать его будут только самые маленькие. Дарья Давыдова продолжит тему. Таких центров, как Сургутский «Дети дождя» в Югре больше нет. Его уникальность в том, что дети с ментальными нарушениями могут жить здесь, в сопровождении педагогов. Учат даже самому элементарному, судя по картинкам на стенах. В Центре могут одновременно жить 11 человек. Еще столько же приходят каждый день на занятия. С психологами, дефектологами, логопедами. Это все разные дети с разной ментальностью, поэтому для кого-то сложный бутерброд сложить, для кого-то утюг в руки взять, даже холодный. И поэтому этим навыком всем обучаем. И даже чистить зубы учим, понимаете, потому что это нужно делать правильно и эффективно. Помещение, в котором располагается Центр «Дети дождя», общественной организации передал город. Это две объединенные двухкомнатные квартиры. Ремонт делали на средства гранта Департамента общественных и внешних связей региона. Посмотреть на то, как организована работа в Центре. Приехала губернатор Югры Наталья Комарова. Специалисты учреждения рассказали главе округа, что за время его существования помощь здесь получили более 200 детей. Программы для обучения, адаптации сотрудники Центра «Дети дождя» разрабатывали сами. Принимали участие и в создании региональной концепции работы с людьми, у которых есть ментальные нарушения. Мы единственный округ, который имеет концепцию помощи таким людям. В принципе, в России нет аналогов такой концепции. И, конечно, это большой шаг. Много еще нужно сделать. Мы многого не умеем, многое постигаем. Но в целом это огромный шаг, потому что мы уже всем обществом развернулись лицом к этой категории людей. Мы им стараемся все помочь. Центр сопровождаемого проживания «Дети дождя» — трехкратный победитель фонда президентских грантов. И даже вошел в его шот-лист со своей уникальной программой. Последний грант, который выиграли, на рекордную для общественников сумму — 4 миллиона рублей. На эти средства решили открыть отдельный центр для малышей. Это перспективность. Обратите внимание на то, что это же есть запрос, на то, чтобы эти заявки были на более весомые суммы. И предпочитают. Особенно в отношении тех, которые уже показали себя. И есть доверие, что это случится очень много раз. И, по сути, это на развитии. Вместе с Натальей Комаровой в центре «Дети дождя» побывала Елена Авдеева, член Совета Федерации. С ней специалисты обсудили вопросы к законодательству, в части к нормам СанПИН. По ним, например, они не могут готовить еду для воспитанников на кухне учреждения. Вынуждены заказывать. Однако создание угощений — часть адаптационных занятий. Почему варить или печь можно, а есть нельзя? Теряется сам смысл процесса. И Елена Авдеева, и Наталья Комарова, угощаясь аладьями, которые приготовил подопечный центра «Дети дождя», отметили. Если вопрос существует, то они помогут его решить. Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. О центре сопровождаемого проживания «Дети дождя» говорили сегодня и на первой региональной конференции, которую посвятили вопросам помощи детям раннего возраста. Приехали на мероприятие около 200 специалистов со всей Югры. Они обсуждали наработанный опыт и инновационные программы, которые действуют в профильных учреждениях округа. Направлены они на развитие координации, моторики ребят с особенными потребностями, речи и адаптации детей. Одними из хедлайнеров конференции стали специалисты Нижневартовского центра реабилитации детей-инвалидов. Оказанием помощи учреждение занимается с 2013 года, и сегодня в нем удалось создать комфортную и продуктивную обстановку и для родителей, и для самих малышей до трех лет. Должна быть помощь семейно-центрированная. То есть мы в первую очередь должны помогать маме, помогать семье преодолеть послеродовый стресс, преодолеть то состояние, когда она узнает, что у нее ребенок особенный, принять его. И поэтому я считаю, что на данный момент именно у нас и направлена работа, когда мы работаем в первую очередь с мамой. Поэтому в отделении идется параллельно, когда мы сделали не группу, а сделали интегрированный семейный клуб. Сегодня в Югре поддержкой и сопровождением детей с особенностями развития охвачены более 20 тысяч человек. В конце ноября в регионе приняли программу, которая не действует больше ни в одном субъекте России. Наравне с комплексным сопровождением жителей, у которых ментальные нарушения, соответствующую программу поддержки будут реализовывать и в отношении людей с любой инвалидностью. Главная задача – максимально обучить и адаптировать, чтобы человек мог жить и обслуживать себя самостоятельно. В настоящее время мы утвердили пять рабочих групп по разным направлениям, разным нозологиям. И уже этими рабочими группами предметно будем нарабатывать технологии, опыт по оказанию комплексной помощи людям с инвалидностью. Смех не только продлевает жизнь, но и объединяет коллектив. Финальные игры КВН среди команд первичных профсоюзных организаций структурных подразделений компании «Сургутнефтегаз» в 17-й раз собрали веселых и находчивых на одной сцене. Шесть сборных боролись за титул победителя, чьи шутки были самыми искрометными, знает Виктория Алексеева. Ярко, задорно, профессионально. Финальные игры 17-го сезона КВН среди первичных профсоюзных организаций структурных подразделений компании «Сургутнефтегаз» вновь собрали веселых и находчивых на одной сцене. За звание сильнейшей в юморе бороли шесть команд, которые смогли добраться до финала. Могу сказать, что до финала доходят команды только сильные, команды, которые, естественно, заслуживают финала, но иногда есть исключения. Добирают ввиду, например, отказа какой-либо из команд по неведомым причинам. Но это все делается заблаговременно, чтобы дать возможность командам подготовиться и выступить достойно в финале. Позади полуфинал. Долгие вечера за работой над материалом и многочисленные репетиции. Но это меркнет по сравнению с теми эмоциями, которые получили как сами КВНщики, так и зрители. На самом деле, каждая репетиция, каждая подготовка – это удовольствие, но мы работаем в режиме нон-стоп, потому что, ну, как бы, параллельно, естественно, с работой мы работаем в «Сургутнефтегазе», как бы здесь никак без этого. Но очень интересно, это очень как-то вдохновляет, и эмоции просто непередаваемые. Пока не окунешься в эту атмосферу, то есть не поймешь сразу на самом деле. Но это очень здорово, и я всем рекомендую играть в КВН. Команда «Агенты Анкл» играет в КВН уже три года, но этот сезон для нее финальный. По словам капитана, это стало для них дополнительным стимулом. Напоследок хотелось выступить так, чтобы ребят надолго запомнили. Команда и днями, и ночами готовилась к такому серьезному выступлению. Делали все для того, чтобы обрадовать зал, заинтересовать зал, показать красивое шоу и показать, что сургутский КВН ничем не уступает, может быть, даже другим большим лигам. Для сотрудников «Сургутнефтегаза» игры КВН – это особая традиция, которая живет уже 17 лет. И традиционно в финале игрового сезона выступает команда из Высшей Лиги КВН Международного Союза Клуба Веселых и Находчивых. В этот раз публику приветствовали «Раисы» – команда, победившая Высшей Лиге Телевизионного Творческого Объединения «АМИК» в прошлом году. «Игры КВН» в «Сургутнефтегазе» – это как раз, наверное, одно из самых массовых мероприятий. Потому что, когда собирается более тысячи человек, и зал настолько живой, энергетический, даже сам заряжается таким вот позитивом. Лучшей в финальной игре КВН стала команда страхового общества «Сургутнефтегаз» – агенты «Анкл». Второе место досталось сборной ЦТБ. В числе лидеров – представители НГДУ «Федоровскнефть». Их коллектив «Надо Федя Надо» стал третьим. Виктория Алексеева, Валерия Кудрявцева, Андрей Шевченко, «Сургут Интерновости». Знак ГТО на груди у него. В Сургуте прошло торжественное награждение горожан, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». В списке около ста человек разных возрастов и социальных статусов. По словам организаторов, с прошлого года усложнилась система сдачи. Если раньше некоторые нормативы можно было выполнить без учета времени, то теперь все упражнения сдаются по секундомеру. Но, несмотря на это, желающих получить заветный значок меньше не становится. В этом году, так как нормативы усложнились, но количество тоже увеличилось. Более 12 тысяч, почти 12,5 тысяч человек приняли участие в выполнении нормативов ГТО. И вот на сегодняшний день более 3,5 тысяч знаков отличия в целом мы получили за год и наградили людей. Комплекс ГТО начал активно внедряться в Сургуте в 2015 году. Уже тогда попробовать свои силы решили порядка 7 тысяч человек. Декан факультета физической культуры и спорта Алексей Фурсов стоял у истоков развития этого движения на территории нашего города. Стал свидетелем появления первого центра тестирования ГТО. Руководитель факультета одним из первых зарегистрировался на сайте gto.ru и сегодня в числе номинантов на золотой знак отличия. Сейчас являюсь деканом факультета физической культуры и спорта Сургутского педагогического университета. Ну и конечно же, как не стать золотым отличником комплекса ГТО. Поэтому для меня это на самом деле событие. И я надеюсь, что комплекс ГТО в городе Сургуте и в стране будет развиваться. Все-таки это программно-нормативная основа физического воспитания нашего населения. На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Собственное жилье – это свобода. Свобода общения и встреч. Свобода делать то, что ты хочешь в отдельной уютной студии. Особенно, когда твои соседи так же молоды и активны, как и ты сам. Наслаждайся природой и весело отдыхай с друзьями в двух шагах от своей квартиры. Ведь мы продумали все для твоего максимального комфорта и безграничной свободы. ЖК «Дорожный» – лучшее место для начала самостоятельной жизни. 25-25 – это радость опять! Скидка в «Карапузе» – 25. Большие скидки для самых маленьких. До 25% на зимнюю коллекцию одежды. Утепляйтесь и радуйтесь. Скидка в «Карапузе» – 25. Скидка в «Карапузе» – 25. Скидка в «Карапузе» – 25.